Как известно, одной из наиболее значимых проблем многих белорусов является обеспеченное жильем. В соответствии со статьей 21 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая жилье и постоянное улучшение. Необходимых для этого условий государства содействуют приобретение жилья. Способов много один из них – имущественные вычеты при строительстве или покупке жилья, нуждающимися в нем. Что же это за вычет и кому он положен? Гражданин, который купил, либо строит, либо принимает в долевое участие в долевом строительстве квартиры дома, он имеет право на вычет по доходному налогу. Это называется имущественный налоговый вычет. Самое главное, и об этом нужно помнить, что сам факт покупки или строительства жилья не является достаточным основанием для предоставления организации работнику имущественного вычета. Необходимо быть нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоять на учете в администрации. Есть и другие условия. Граждане должны являться нуждающимся в улучшении жилищных условий и иметь постоянное основное место работы. При наличии основного пакета документов, это справки соответствующего образца жилищного отдела, что данный гражданин является нуждающимся в улучшении жилищных условий, плюс документов на приобретение строительства либо долевого строительства жилого помещения, либо квартиры, либо дома. Он все эти документы предоставляет по месту основной работы. И с его заработной платы, которой исчисляется подоходный налог, он зачитывается в счет будущих уплаты. Кроме того, следует помнить, что имущественный вычет предоставляется только по основному месту работы. Применить его можно в отношении всех налогооблагаемых доходов, полученных работникам на данном месте. Если же человек получал доходы и в других местах, то за получением вычета по ним следует обращаться в налоговый орган. Обращаясь к нанимателю за получением имущественного налогового вычета, гражданин должен понимать, что он обязан предоставить нанимателю определенный ряд документов, которые подтверждают его право на вычет, а также сумму расходов, которые он понес. Однако, независимо от того, как приобретено жилье, будь то договор купли-продажи, либо долевого строительства, существуют документы, которые в обязательном порядке предоставляются нанимателю. Это справка о нуждаемости в улучшении жилищных условий, которые выдаются местными распорядительными органами, договор купли-продажи, либо долевого строительства, где указана стоимость приобретаемого имущества, а также платежные документы, подтверждающие расходы на данное имущество. Как правило, суммы на приобретение жилья являются объемными, и предоставить имущественный налоговый вычет в одном налоговом периоде не предоставляется возможным. Вычеты переносятся на другие налоговые периоды, однако предоставляются работнику только в пределах начисленной налоговой базы. В заключении отмечу, что возникают ситуации, когда договоры на строительство жилья расторгаются, либо стоимость строительства уменьшается. Если в таком случае работнику возвращаются уплаченные на строительство средства, то они в пределах сумм, по которым ранее был предоставлен имущественный вычет, подлежат налогообложению.